Ну что, всем привет! Сегодня будет одна из самых моих любимых тем — это асинхронно-событийное программирование. Если вы помните, вам нужно отмечаться на портале. Что мы сегодня рассмотрим? Мы продолжим с того места, на котором мы остановились, когда рассматривали сети, а именно с форкинг-сервера, и посмотрим, в чем его слабая сторона, как поддержать большое количество соединений и как вообще развивалась эта индустрия и в какую сторону. Итак, форкинг-сервер. Сервер, который выполняет форк для обработки каждого соединения клиента. Клиент подключается, вы создаете форк, отдельный процесс этого клиента обрабатывает. Еще тогда задавали вопрос, а что будет, если вот подключится много клиентов? Мы это сегодня рассмотрим. Как вы помните, код, который реализует форкинг-сервер, довольно простой. И проблема именно в этом самом форке. Давайте рассмотрим, что будет, если к нам подключится десять тысяч этих самых клиентов. Почему десять тысяч? Ну, в свое время именно это число было выставлено как некоторое граничное, то есть даже существовал термин «проблема десяти тысяч соединений». На сегодняшний день эта проблема звучит немножко… она такая же, но она просто характеризуется другим числом. От этого суть не меняется. Что происходит с процессом вообще, когда он живет в Unix-системе? Существует пять состояний этого самого процесса. Самое распространенное и самое частое состояние, в котором находится процесс – это… вот давайте, предложите, предложите, предположите, в каком состоянии… Правильно. Большую часть времени, если вы посмотрите, процесс спит. Из этого состояния он может переходить в состояние исполнения и возвращаться обратно в этот самый сон. Поэтому S и R – это самые два часто видимых статуса. Есть еще непрерываемый сон. Если у вас процесс стоит в D, что называется, скорее всего он уперся в какой-то ресурс типа диска. Причем диска такого плохо работающего, медленно отвечающего или вообще поломанного. Еще вы помните, что есть такая сущность, как зомби. Если пристрелить процесс и родитель не соберет информацию о нем, также процесс можно насильно остановить. Это Т. Вы ему посылаете стоп и, в общем, все. Пока вы его не разбудите, с ним ничего происходить не будет. Так вот. Процесс может находиться… В основном он находится в run или в sleep. Как рассчитать загрузку системы? Вот у вас есть какое-то количество процессов. Для того, чтобы посчитать CPU usage, который будет на одном процессоре… Допустим, вот дальше мы будем рассматривать однопроцессорную систему. На многопроцессорную она просто масштабируется. Допустим, у вас существует некоторая вероятность того, что процесс будет находиться в ожидании ввода-вывода. То есть будет находиться в том самом прерываемом сне. Тогда из вероятностной модели, у вас, если процессов несколько, то вероятность того, что из них кто-то будет не находиться в ожидании ввода-вывода, то есть будет что-то делать и загружать процессор, это P в степени N. Тогда загрузка процессора вычисляется как единица минус P в степени N. Таким образом, если у вас существует один процесс, который никогда не ждет ввода-вывода, например, он что-то считает, он создаст стопроцентную загрузку. Это логично. Если же у вас процесс немного ожидает ввода-вывода и много считает, то таких процессов несколько, очень быстро загрузят систему. Но можно увидеть, что если у вас ожидание ввода-вывода процессор составляет, например, 80%, то у вас вы количество процессов наращиваете, а загрузка системы растет не очень быстро. То есть для 80% вероятность того, что ваш процесс будет что-то ждать 80%. Тогда для одного процесса все логично. 20% времени он работает, 80% он чего-то ждет. Загрузка ЦПУ 20%. Дальше оно не суммируется, поскольку модель вероятностная. И мы можем наращивать-наращивать количество процессов, подходить ближе к 100%. Почти 100% мы добьемся где-то на 20% процессах. Но давайте посмотрим. Вот ожидание ввода-вывода 80%. На самом деле это очень, скажем так, ЦПУ нагруженный процесс. Давайте рассмотрим некоторый сетевой процесс. Вы начали уже, я надеюсь, что начали писать сервера, клиенты. Да, я вижу радостные улыбки. Предположим, у вас есть 2-гигагерцовый процессор. И есть, например, статья, как получить миллион пакетов в секунду на одной машине. Оттуда можно взять число. То есть это реальный тест. 350 тысяч пакетов в секунду. Процессор работает, и он способен обрабатывать 350 тысяч пакетов в секунду, загружаясь на 100%. Что это значит? Это значит, что этот процессор тратит приблизительно 500 инструкций на обработку одного пакета. При этом, если опять же поискать средние числа, то round trip time, так называемая, это отправка пакета туда-обратно, в рамках одного дата-центра, это когда вот сервера стоят буквально рядом, составляет 500 микросекунд. То есть, если у вас процессор тратит 500 инструкций на обработку пакета, то на то, чтобы дождаться ответа, он потратит 100 тысяч инструкций. То есть он потратил совсем немножко инструкций на то, чтобы пакет обработать, и огромное количество ожиданий, ведь, по сути, если он ничего не делает, он просто ждет. На то, чтобы этот пакет дошел. В случае какого-нибудь HTTP, то есть когда вы находитесь не в том же дата-центре, а шлете запрос куда-то, у вас эти времена будут сильно больше. Ну, вот возьмем какое-нибудь абстрактное время ответа, то есть время ответа 25 миллисекунд, это хорошее время ответа. Так вот, в этом случае ваш процессор, который работает с частотой 2 ГГц, потратит 5 миллионов инструкций на то, чтобы дождаться этого результата. Если посмотреть соотношение между тем, сколько он тратит на обработку и тем, сколько он тратит на ожидание, мы получим для вот этих чисел, они взяты частично с потолка, но более-менее соответствуют реальности, 1 к 10 тысячам. То есть ваш процесс одну десятитысячную времени работает, то есть реально обрабатывает пакет, а все остальное время ждет, ему нечего делать. Он ждет, пока вернется ответный пакет или там придет запрос. Так вот, если рассчитать для ожидания с 99 и 99 процентов, а это и есть одна десятитысячная, то мы получим следующую картину, что один процесс у вас будет потреблять всего 0,01 процента ЦПУ. Это мало. Если мы начнем их складывать, 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 поднимать больше процессов, мы увидим, что мы спокойно запустятся, будут обслуживать наших клиентов, они будут изредка просыпаться, обрабатывать этот несчастный пакет и будут спать дальше. При этом наш процессор, кажется, не загрузится на все 100%. Здесь всплывает несколько проблем. Первая проблема – это память. Каждый процесс потребляет какую-то память. Когда мы на каждого клиента создаем отдельный процесс, если даже предположить, что мы каждому этому процессу дадим 1 мегабайт, там ему понадобится буфер чтения записи, какие-то собственные данные, связанные с этим клиентом, то эти 10000 – это уже 10 гигабайт памяти. На сегодняшний день это не такая проблема. Когда существовала проблема этих самых 10000 соединений, это было там, не знаю, 10 лет назад, может быть, когда она вот совсем остро стояла, это было довольно серьезно. Но даже и память не является, скажем так, серьезной проблемой. Ну, 10 гигабайт, ну, у кого на ноутбуке памяти есть 10 гигабайт? Есть кто-нибудь, у кого есть столько памяти? Ну вот, даже на ноутбуке можно найти десятку сейчас. То есть хорошо, вы можете на ноутбуке поднять сервер, у вас хватит памяти на все это обслуживание. В чем еще проблема? Проблема в том, что для обслуживания такого количества процессов их нужно переключать между собой. Существует такая вещь, как переключение контекста или контекст-свич. И для того, чтобы эти 10000 процессов поработали, их нужно между собой переключать. Сначала один, потом другой, потом третий, и если их 10000, у нас будет как минимум 10000 переключений. Как выполняется переключение? Я говорил, что у нас модель, когда у нас существует всего один физический процессор. В этом случае у нас процессор может выполнять всего одну какую-то задачу. Это значит, что если я хочу выполнить процесс B, а выполняется у меня процесс A, я должен взять все состояние процесса A, это регистры, там счетчики и прочее, стек, куда-то сохранить. После этого взять то же самое от процесса B, загрузить это и отдать на исполнение процессору. Данное действие выполняется, ну да, за несколько инструкций. Это очень быстрая штука. Но тем не менее, если у вас процессов много, очень много, то вы сталкиваетесь с тем, что на переключение контекста вы тратите значимую долю обработки вашего, ваших реквестов. То есть, помимо того, что вы обрабатываете данные от клиентов, вы еще тратите время на эти самые переключения. В какие моменты происходит переключение контекста? Например, переключение контекста происходит при всех системных вызовах. То есть, что такое системный вызов? Системный вызов – это обращение к операционной системе с просьбой выполнить какое-то действие. Ваша программа не может прямо взять и считать какие-то данные, там, например, с диска. Она обращается к операционной системе и говорит, мне нужны данные вон того файла. И уже операционная система проверяет, имеете ли вы право читать этот файл, эти данные, ищет, как же этот файл мапится через файловую систему на физический носитель. Пока все это выполняется, ваш процесс не работает. Для вашего процесса загружают данные. После того, как вам нашли данные, поработали с оборудованием, вам возвращают управление. Для того, чтобы поработала операционная система, вашу программу тоже нужно выгрузить. Ваша программа что-то делает, ставит обработчики, вызывает прерывание, говорит, мне нужны там такие-то данные. Операционная система выгружает вашу программу, загружает, условно говоря, себя, работает, грузит вам данные, потом возвращает обратно вашу программу и дает ей данные. Подобным образом выглядит системный вызов ввода-вывода. Только в этом случае, если вы работаете, например, с сетью, вы не можете вернуть данные сразу. Если диск у вас локальный, вы просто обращайтесь, говорите, мне нужны данные с диска. Операционная система берет, грузит эти данные с диска прямо в памяти, сразу вам возвращает управление. То в случае сети, помните, я говорил, там есть сетевые буфера и если из буфера нельзя прочитать или в него нельзя записать, программа усыпает. Вот она усыпает как раз таким образом. Она вызывает системный вызов, операционная система видит, что она не может дать данные вашей программе, уцепляет ее, в это время работает кто-то другой и когда данные появляются, для вашей программы загружаются данные и ей возвращается управление. То есть, таким образом, на каждом системном вызове вы получаете этот самый контекст switch, причем у вас много процессов, одновременно работают, все они чего-то хотят и постоянно между собой переключаются. Значит, все это приводит нас к чему? У нас есть то самое блокирующее ИО, блокирующий ввод и вывод. Когда вы вызываете чтение или запись и оно не может быть выполнено, ваш процесс усыпает, ждет результата и этот результат у него получается в виде либо успеха, данные получены, прочитаны, записаны, либо в случае, выдается случай неуспеха, произошла некоторая фатальная ошибка. Это выглядит приблизительно так, с точки зрения процесса. Процесс что-то вызывает, управление отдается операционной системе, пока операционная система для вас работает, ваш процесс спит, он находится в состоянии S. Когда для него готовы данные, процесс пробуждается, ему отдаются результаты. Получается, в процессе системного вызова наш процесс ничего делать не может. Напоминаю картинку, у нас есть буферы чтения и буферы записи. Read читает из receive буфера, write пишет send буфер. Так вот, для того чтобы вызов был не блокирующим, для того чтобы наше приложение не усыпало, нам нужно что-то, что поможет нам узнавать, что какой-либо буфер полный или какой-то буфер пустой. Если receive буфер пустой, то read не должен читать, ему нечего читать. Если send буфер полный, то write не должен писать. Можно сделать системный вызов, который сможет возвращать некоторую временную ошибку и не будет блокироваться. То есть мы делаем системный вызов и он работает не как системный вызов ввода-вывода, когда нас усыпляют, он возвращается сразу. Таким образом, вы обращаетесь к операционной системе, просите ее что-то сделать и она результат вам возвращает сразу, не усыпляя ваш процесс. В этом случае, если у нас есть вызовы read и write, read при непустом буфере вернет сразу успех, то есть он возьмет те данные, которые там есть и вернет их вам. Если там пусто, прочитать ничего нельзя, вернется ошибка e-gain, которая скажет, что в общем попробуй позже, пока читать нечего. Если соединение закрыто, оттуда уже нельзя прочитать и нельзя будет прочитать, вернется фатальная ошибка, что все соединение закрыто. То же самое с записью. Вы пытаетесь записать, если во write буфер влезают данные, write успешен. Если он полный и туда в общем больше ничего не записать, то write вызывает ошибку e-gain, попробуйте позже. Если соединение закрыли, вы клиенту больше ничего не можете написать, у вас write возвращает, что все соединение закрыто, писать туда больше нельзя. Имея такие функции, которые не блокируются, вы уже можете сделать приложение, которое сможет обрабатывать одновременно более одного дескриптора. Практически все из вас, кто поработали и с терминалом, и с соединением, когда у вас есть и stdin, из которого вводятся пользовательские команды, и у вас есть какой-то сокет куда-то, вы столкнулись с проблемой, что вы читаете команду от клиента, потом вы отправляете ее на сервер, вы читаете что-то от сервера. И вот пока вы читаете от сервера, ваша программа спит. Вы не можете получить никакой ввод от клиента. Имея неблокирующие вызовы, вы уже можете решить свою проблему. Вы можете сделать то, что называется busy loop. Вы запускаете бесконечный цикл. В этом бесконечном цикле вы берете по очереди все ваши дескрипторы, которые у вас есть, с которыми вам нужно работать. И пытаетесь из них, например, читать. Если прочитать получилось, отлично, вы берете данные, которые вы прочитали, там с ними работаете. Если прочитать не получилось и ошибка фатальная, ну в общем все. Остается подчистить эти ресурсы, выбросить эти дескрипторы, они больше не нужны. А если прочитать не получилось и ошибка не фатальная, ну значит получится чуть позже, продолжим работать. Почему эта штука называется busy loop? Да очень просто. Если подобную программу написать и запустить по destrace, она будет выглядеть приблизительно так. Ну здесь я сделал busy loop вообще на одном дескрипторе, на stdin. Он просто непрерывно говорит, что пытаюсь читать, не получилось, попробую чуть позже, то есть прямо сейчас. И так он крутится в бесконечном цикле, пытаясь постоянно читать. Этот процесс будет потреблять сто процентов CPU. Нельзя сказать, что это прям вот совсем-совсем плохо. В таком режиме, например, работают программы на каких-нибудь контроллерах. Когда у вас как таковых процессов вообще нет, если у вас есть всего один процесс, который работает, он вполне себе может это позволить. Это его вся работа. Он непрерывно крутится, опрашивает устройство, опрашивает какие-то там порты или еще что-то и получает результат. Пока делать нечего, продолжаем дальше. Но в случае кооперативной многозадачности, когда у нас, точнее не кооперативной, вытесняющей многозадачности, когда у нас процессов в операционной системе много, нехорошо просто так потреблять ресурсы, когда они тебе не нужны. Для того, чтобы избежать вот этой проблемы, постоянного опроса ресурсов, было сделано несколько вызовов. Самый простой и самый распространенный, это POSIX SELECT. Его C-шная сигнатура выглядит следующим образом. Туда отдаются специальные маски файловых дескрипторов. Причем говорится, откуда мы хотим читать, куда мы хотим писать и за какими дескрипторами нужно последить, что на них не произойдет никакой ошибки. Также туда отдается тайм-аут, насколько максимально этот системный вызов может уснуть. То есть смотрите, раньше наши системные вызовы усыпали, пока мы ждали результатов. Здесь нам нужно подождать результатов от одного из дескрипторов. Поэтому мы все равно берем какой-то системный вызов, который будет спать, но при этом все остальные системные вызовы у нас перестают спать. Они работают в неблокирующем режиме. Здесь используется штука под названием FDSET. Что же такое FDSET? Это просто набор бит, где каждый номер бита обозначает номер файлового дескриптора. То есть это tag-c и приблизительно также оно будет и в перле. Как это дальше работает? Вот у нас есть вызов SELECT. Нам нужно что-то определить, что какой-то из дескрипторов стал доступен. Наш процесс вызывает SELECT. Предположим, мы будем следить за тремя дескрипторами. Нулевой, третий и пятый. Ну так, для примера. Мы вызываем SELECT с вот таким вектором, где установлены эти биты. Вызываем операционную систему. Операционная система получает эту информацию и понимает, что ей нужно разбудить этот процесс в случае, если нулевой, третий или пятый файловый дескриптор станут доступны для чтения. Процесс усыпает. Какой-то из дескрипторов, например, третий, становится доступен. Операционная система формирует результат для SELECT. Она говорит, что есть один файловый дескриптор, который стал доступен и выставляет аналогичную векторную маску, что стал доступен третий дескриптор. Наш процесс, вот он входит в состояние выполнения. Он получает возврат от SELECT, понимает, что это третий дескриптор, читает из третьего дескриптора, получает успех с большой вероятностью, поскольку нам только что SELECT сказал, что он стал доступен для чтения. После этого наш процесс опять уходит в SELECT в ожидании каких-то еще данных из каких-либо дескрипторов. Допустим, по прошествии небольшого времени, становятся одновременно доступны там нулевой и пятый. Как такое может быть? Например, у нас произошел пользовательский ввод, нулевой дескриптор это STDI. И в этой же время из сети приехали данные. То есть сначала были обработаны сетевые данные, потом был обработан пользовательский ввод, и операционная система выставила одновременно два флага, что данный процесс может прочитать и оттуда, и оттуда. Идет возврат в программу, говорится, что да, теперь есть два дескриптора, нулевой и пятый. Ваша программа просыпается, читает из них, там обрабатывает результаты и может опять дальше вызывать очередной SELECT с ожиданием очередных результатов. Ну и да, TIMEOUT. Если за время TIMEOUT, да, сейчас я вижу, если за время TIMEOUT никакой из дескрипторов не стал доступен, то SELECT возвращается для того, чтобы программа могла что-то с этим сделать. И говорится, что на данный момент нет ни одного файлового дескриптора, из которого можно почитать. Да. Если, к примеру, при работе с нулевым и пятым дескриптором случайно проснулся еще и третий? Поскольку мы рассматриваем однопроцессорную систему, то когда наша программа работает с нулевым и пятым, она вообще здесь не отдает управление операционной системе. Ее разбудили, она работает, то есть она что-то делает. Если в третье что-то приходит, оно приходит там в сетевую карту и так далее, и оно обработается позже. То есть результат для SELECT уже был подготовлен. Здесь программа пока никак не узнает, что с третьим что-то произошло. Скорее всего, то есть она опять вызовет SELECT и этот SELECT сразу вернется, потому что на третьем уже, ну скажем так, поставлена галочка на внутренних структурах, что он тоже стал доступен. Да. В чем тогда принципиальное различие между вот самым первым, ну, случаем, которым мы рассматривали без SELECT, просто у нас процесс, значит... Безелуп который? Да. Здесь процесс спит, пока ему нечего делать. Пока процесс спит, он не потребляет ресурсы. Эти ресурсы... До безелупа мы выбираем, с каким дескриптором нам работать. Здесь мы не знаем заранее, у нас есть три дескриптора, мы не знаем из какого нам придется читать. Если мы можем заранее предвидеть, что вот, например, у нас интерактивный режим, мы там сначала читаем от пользователя, шлем что-то в сервер, читаем из сервера, потом читаем от пользователя. Если мы можем сделать детерминированную программу, что вот только так и никак иначе, мы можем написать обычную программу без SELECT. Нам не надо ждать. Мы сначала читаем от пользователя, прочитали строчку, написали в сервер, читаем от сервера. В это время пользователь не должен ничего вводить, а если он вводит, нам все равно. Но если мы не можем знать, кто раньше напишет пользователь или сервер, мы должны следить одновременно за и тем, и другим файловым дескриптором, и какой раньше проснется, оттуда и читать. Поэтому здесь SELECT дает нам возможность одновременно следить за несколькими, мы не знаем, что произойдет раньше, и при этом не потреблять ресурсы системы на бесконечный опрос того, что еще не работает. Значит, так работает SELECT. И я где-то в начале курса говорил, что в Перле очень многие системные вызовы очень близки к тем, каковы они в SELECT. Так вот, Перловый SELECT, он, по сути, предоставляет довольно-таки прямой интерфейс к SELECT, ну, к POSIX. Он принимает три вектора. Вектор – это строка, где выставляются биты. Три вектора на readable, writable и ошибки. И тайм-аут. Но только если там была структура сишная, то здесь тайм-аут – это просто double. Число с плавающей запятой на сколько секунд данный SELECT может уснуть. Также SELECT возвращает, сколько файловых дескрипторов сейчас доступно для обработки. Ну, и еще остаток времени, который осталось ему проспать. Для того, чтобы работать с векторами, существует функция VEC. Вы говорите VEC, даете туда переменную. Говорите, с какого бита и сколько бит модифицировать. И что-то туда присваиваете или читаете. Здесь я взял три файловых дескриптора – stdin, stdout и stdr. У них номера, соответственно, 0,1 и 2. И выставил их в одном и том же векторе. Если я выведу его в битовом представлении, я увижу, что у меня в этой строке взвелись три бита. Таким образом, я могу как читать любые биты, выставлены они или нет, так и выставлять их. И именно так и делается при работе с SELECT. Как это происходит, когда мы работаем из перла? В SELECT мы работаем по указателям. В перле это происходит следующим образом. Это псевдо-перл-код. Значит, у нас в переменной есть некий битовый вектор, в котором выставлены три бита. stdin – нулевой бит, некий файловый дескриптор с номером 4, некий файловый дескриптор с номером 7. Длина вот этого вектора, она определяется… То есть вы можете заранее создать очень длинную строку и выставлять там биты. Да. Я здесь порядок такой сделал. Можно выводить в прямом порядке, можно выводить в обратном. В прямом удобнее, потому что здесь один байт всего, то есть 8 битов. Если их станет 2, 3 и больше, в обратном порядке будет неудобно. Они будут переставлены вот так вот. Значит, из этой переменной у нас данные уезжают в операционную систему. Сам процесс усыпает. Операционная система берет этот вектор, читает его, находит какие биты выставлены и начинает следить за этими файловыми дескрипторами. Проходит время. Какой-либо файловый дескриптор становится доступен для чтения. Select подготавливает нам вектор, взводя там те биты, которые готовы. И в ту переменную, которая была сюда передана, помещается новое значение. То есть вызов Select модифицирует свои аргументы. Вот это важный момент. На мастер-классе я показывал, когда использовал Select, то есть я запустил и у меня ничего не происходило. Потому что я передал аргументы, оно мне их модифицировало и больше у меня ничего не происходило. Поэтому обратите внимание, что то, что вернула нам операционная система, будет помещено в те переменные, которые были переданы как аргументы. Ну и да, Select нам вернет результат в качестве результата один, что один файловый дескриптор, то есть какой-то один бит среди всех взведен. Как это все записать в виде теперь уже совсем перловой программы? Берем некоторую переменную, взводим в ней те биты, которые нам нужны. Предположим, у меня есть тот самый stdin и некие два файловых дескриптора, файловый дескриптор xx и yy, вот как раз с номерами 4 и 7. После этого мы этот вектор отдаем в Select. Но поскольку я хочу этот сам исходный вектор сохранить, я его прямо здесь копирую в новую переменную. Надо ли объяснить, что происходит вот здесь? Мы берем переменную, копируем ее в новую переменную и эту новую переменную отдаем как аргумент. Когда Select проснется, этот аргумент будет изменен и он будет содержать новые данные, возвращенные нам от Select. Если у нас есть какой-то результат от Select, значит нам нужно пройтись по этому вектору, который он нам вернул и посмотреть, а какой из битов взведен. Мы берем длину всей строки, длина в байтах. Умножаем на 8, чтобы получить длину в битах. И поскольку мы начинаем с нуля, то вычитаем единицу. При помощи той же функции век, там мы устанавливали, здесь мы читаем. Мы берем бит номер $, количество бит 1 и смотрим, выставлен он или не выставлен. Если он выставлен, то файловый дескриптор с таким номером стал доступен для чтения. То есть это то, что нам сказал Select. Здесь есть один момент. Здесь мы давали переменную. Переменная, которая собой представляет файловый дескриптор. Это какая-то перловая переменная. Если вы их печатали когда-нибудь при отладке, вы видели, что она выглядит как глоб, что-то там. А здесь $ это просто номер. Нам понадобится еще что-то, что поможет нам преобразовать вот этот номер, который нам вернул Select, в файловый дескриптор. Самый простой способ запомнить соответствие между файловым дескриптором, номером и тем самым объектом, который нам представляет этот файловый дескриптор. Поэтому каждый раз, когда мы кидаем что-то в вектор, мы запоминаем по файловому дескриптору, по номеру, сам объект. Мы это сделали раз, другой, третий. И когда мы получаем номер, мы просто из этого хэша берем и достаем наш файловый дескриптор. После этого мы из него можем уже делать чтение, запись, ну и все, что нам нужно. Так вот, здесь я вызываю некоторую функцию sysread, которая выполнит read, который не заблокируется. Поскольку мы только что вышли из Select и Select сказал, что из этого файлового дескриптора можно читать. Но если попытаться прочитать из файлового дескриптора, который не готов к чтению, программа уснет. Таким образом, мы вроде бы пишем программу, которая может работать с несколькими файловыми дескрипторами. Случайно или специально попытаемся прочитать откуда-то не оттуда. И программа вся уснет, поскольку там оттуда читать было нельзя. Это довольно неудобно. Поскольку в этом случае у вас программа будет рандомно. Иногда из-за ошибок усыпать и вы будете не понимать, что у вас происходит. Нам нужно сделать вот то самое неблокирующее ИО, которое мы описывали. То есть нам нужна временная ошибка, которая скажет, что в общем отсюда сейчас читать нельзя. Давай позже. А позже это как раз в Select его закинь и потом узнаешь, что оттуда можно читать. Для того, чтобы файловые дескрипторы стали себя так вести, для того, чтобы они стали говорить вместо того, чтобы усыпать, что отсюда читать сейчас нельзя, существует специальный посексовский флаг. Он он блок. У нас есть вызов fkntl. Он и сишный, он и перловый. Модуль fkntl дает нам доступ к константам и флагам. Нам нужно две константы на чтение флагов и запись флагов. И собственно сам флаг non-blog. Все, что здесь делается, это мы берем файловый дескриптор, считываем флаги, добавляем к ним non-blog и устанавливаем их обратно. Можно записать немножко компактнее, но тогда мы не сможем проверять результаты возврата, что не очень хорошо. После этого наш файловый дескриптор начнет возвращать ошибку e-gain при попытке чтения из него, если читать нельзя. Стандартный цикл, точнее не цикл, а стандартный блок чтения будет выглядеть следующим образом. Вы пытаетесь что-то прочитать из файлового дескриптора. У вас возможны четыре исхода. Успех. Вы оттуда что-то прочитали. У вас есть данные, вы работаете с этим буфером. Вы получили из C3 до возврат, он defined, но он ноль. Это будет означать следующее. С той стороны закрыли соединение. Или если вы читали файл, у вас файл закончился. Он означает по сути EOF. Конец стрима, конец данных. Больше прочитать отсюда ничего не получится. Этот файловый дескриптор можно закрывать. Также, если у вас C3 вернул undef, это значит произошла какая-то ошибка. И вот ошибок бывает две. Бывают временные ошибки, которые означают, что можно попробовать еще раз или можно попробовать позже. И бывают ошибки фатальные. Временных ошибок можно выделить три, причем две из них в большинстве систем будут являться одним и тем же. E-Gain. Это вот та самая ошибка, которая говорит, что надо попробовать позже, когда файловый дескриптор станет доступен для данной операции. Пока этого сделать нельзя. Есть еще одна временная ошибка, не означающая, что все сломалось. Это E-Inter или Interrupted System Call. Он происходит в том случае, если ваша программа начала выполнять действие, то есть она попросила выполнить read из файлового дескриптора. А вы взяли и нажали Ctrl-C, например. Или послали еще какой-нибудь сигнал. В этом случае операционная система начинает обрабатывать сигнал, прерывает то действие, которое она собиралась выполнить. Она его не выполнила. И она вызвала вашу программу с обработчиком сигнала. То есть сигнал прерывает исполнение системного вызова и системный вызов возвращает E-Inter. Таким образом, этот системный вызов можно просто повторить еще раз. У вас где-то вызвался обработчик сигнала, вы его обработали, а системный вызов надо повторить. Поскольку мы и так обрабатываем временные ошибки, мы можем спокойно его пропустить и позволить программе работать дальше. Ну и E-WoodBlock, исторически по мере развития данного подхода, не блокирующего, было несколько разных констант. E-WoodBlock означал следующее, что если бы эта операция выполнилась, она бы заблокировалась. Поэтому она не выполнилась. В современных, к минимуму, Linux-системах и FreeBSD-шных системах и остальных BSD-шных типа Mac, он равняется E-Gain. Это, по сути, тот же самый возврат. Константа отдельно сохранена для обратной совместимости, но значит она тоже самая. Вот поэтому при вызове рида у нас есть четыре исхода, один из которых успешный, два из которых говорят о том, что пора завершать работу с этим дескриптором. И один из них является временной ошибкой, после которой можно вызывать select и ждать, пока он станет доступен для работы. Как работает СРНО? Я здесь привел один из примеров, где я применил оператор Smart Match, который проверяет, что доллар и восклицательный знак. Ну, в общем, как работает Smart Match, можете посмотреть в документации. По сути, он проверяет, что доллар и восклицательный знак равняется одной из штук, которые здесь перечислены. Еще я мог бы просто записать это через оры. Но я хотел сказать, что есть очень удобный перловый хэш, процент, восклицательный знак. Если обратиться к этому хэшу и сказать ему название ошибки, здесь мне пришлось подключать модуль с константами, модуль с названиями этих ошибок. Здесь я просто обращаюсь к хэшу и даю название ошибки. И если сейчас переменная доллар и восклицательный знак установлена в эту ошибку, то данная переменная вернет true. Иначе она вернет false. Таким образом, я проверяю, что у меня ошибка выставлена в это или в это или в это. Ну, и если писать только под Linux, можно забить на переменную evoot-блок и писать вот такой довольно компактный код без подключения дополнительных модулей. А с этим всем можно сделать то, что называется event loop. Event loop позволяет нам одновременно обрабатывать несколько файловых дескрипторов. Как его сделать? Ну, мы объявим вот вектора для read of write, объявим хэш с файловыми дескрипторами, вот по аналогии с тем, как мы это делали раньше. Сделаем вспомогательную функцию ready. Она нам будет из вектора выдавать файловые дескрипторы, которые готовы к работе. То есть мы на вход вектор, а она проходится по нему по всем битам, проверяет, если бит взведен, то выдает из файловых дескрипторов соответствующий файловый дескриптор. Перед тем, как запускать некоторый цикл, мы создадим все сокеты, возьмем их, добавим в эти вектора, то есть то, как мы это описывали. А внутри этого цикла мы будем запускать select. Он будет иногда просыпаться, говорит нам, что у нас есть какие-то файловые дескрипторы. Мы будем брать те, с которыми можно работать и будем работать с ними. Проблема здесь в том, что вот когда мы вот здесь пишем код внутри этого цикла, у нас программа будет не очень удобная. Мы будем где-то в одном месте эти сокеты открывать, в другом месте внутри цикла мы будем проверять, что если сокет равняется std-in, то прочитаем из std-in и сделаем что-то. Если сокет равняется там серверному подключению, то попытаемся прочитать из сервера. Вот кто смотрел мастер-классовые примеры, там так и было сделано. Есть одна возможность, которая позволит нам эту программу сделать сильно лучше. В перле есть такая вещь, как замыкание. Мы сделаем сейчас небольшое отступление и рассмотрим те штуки, которые нам помогут сделать событийный цикл красивее. Значит, что такое замыкание? Кто вообще знает, что такое замыкание? Замыкание – это возможность использовать лексическую переменную, то есть переменную типа my, внутри вложенных функций. Причем, если эта функция тоже помещается в какую-либо my переменную, то значение и вообще сама переменная связываются с этой функцией. Вот сам этот процесс и называется замыканием, когда мы внутри функции используем какие-то переменные, находящиеся за пределами этой функции. Пока жива сама функция, она будет удерживать от смерти те переменные, которые существовали вокруг нее и используются внутри нее. Например, вот если взять этот блок, то есть при его выполнении в переменную что-то поместится, например, там число 0,42. Дальше будет создана функция. Внутри нее будет запомнено, что снаружи была создана переменная вот с таким значением. Когда мы ее выведем, оно спокойно выведет это значение. Фишка в том, что когда мы выходим из блока, здесь переменная var должна была бы умереть, поскольку мы покидаем блок. Но если сохранить саму переменную sub, то значение переменной var и сама переменная var продолжат свою жизнь. Как это работает? Предположим, пройдемся циклом. В цикле переменная var будет существовать только на каждой итерации цикла, и она будет иметь свое отдельное значение. Под нее мы можем создать замыкающую sub, замыкающую функцию, в которой использовать эту переменную. Получившиеся функции мы сложим в массив. Мне нужно что-то, куда это можно сложить. И когда мы впоследствии обратимся к этим функциям, будем передавать им какие-то значения, мы обнаружим, что каждая из функций помнит свое соответствующее ей значение. Здесь я прибавляю просто к значению аргумент, и можно увидеть, что у меня первая функция помнит свое значение 1, вторая функция помнит свое значение 2 и так далее, поскольку я здесь прибавляю двойку. Я их вызываю с разными аргументами, но тем не менее, между разными запусками они помнят то значение, с которым их связали. То есть, которое было использовано здесь на момент создания функции. Замыкания позволяют передавать куда-то некую функцию, а потом в этой функции впоследствии использовать те переменные, которые стояли рядом. Давайте доработаем наш event loop и сделаем следующие вещи. В основной программе у нас будет, ну вот мы там создали как-то сокет, напишем функцию waitSocketReadable, что она делает, вот нас пока не интересует. Мы отдадим туда сокет, мы говорим, что мы хотим дождаться, пока этот сокет станет доступен для чтения. И когда он станет доступен, вызови вот эту функцию. А внутри этой функции мы будем работать с этим сокетом. Поскольку мы здесь создали эту функцию только что и использовали в ней эту переменную, то сама функция запомнит эту переменную. Дальше, ну что мы сделаем в waitSocketReadable? Нам дали файловый дескриптор и дали указатель на функцию. Такие функции, которые нужно вызывать потом, мы будем называть коллбеками. Поскольку их позже вызывают. Задача waitSocketReadable – выставить вектор. Вот у нас там был R-вектор. Вот мы его выставим, мы запомним в FDS-ах. А также мы создадим хэш ожидания. В этот хэш мы проассоциируем, что вот у нас есть файловый дескриптор. И по этому файловому дескриптору кто-то попросил вызвать коллбек, когда он станет доступен. Поэтому мы в хэше будем использовать ключом файловый дескриптор. А в качестве значений сложим вот те коллбеки, которые нужно вызвать. Таким образом, внутри самого цикла нам не нужно больше проверять, какой из файловых дескрипторов нам стал доступен. Это перестает быть заботой этого цикла. Он просто берет этот хэш, смотрит, а есть для него вообще какие-либо обработчики, которые надо вызвать. Если есть, вызывает. Когда это начинает работать, происходит следующее. Мы здесь создали функцию, которая еще не выполняется. Мы вызвали WaitSocketReadable, отдали дескриптор, ушли в эту функцию. Она здесь запомнила этот коллбек и после этого вернулась сюда. Мы пошли исполнять цикл, вызвали Select, внутри Select что-то произошло, файловый дескриптор стал доступен для работы. Мы попали в этот внутренний вложенный цикл, прошлись по всем Ready, нашли коллбеки и вызвали его. И вот в тот момент, когда мы его вызвали, мы попадаем в блок этой функции. А в ней мы спокойно читаем из сокета, который мы здесь видим как так называемую upvalue переменную. Переменную, которая здесь замкнута. За счет того, что у нас есть замыкание, мы можем внутри коллбеков использовать переменные снаружи. Мы можем этот коллбек куда-то отдавать и те функции, которые с коллбеками работают, не должны вообще знать, с чем эти коллбеки связаны. Здесь я просто добавлял коллбек в массив и просто их вызывал. Но вообще сама логика работы обычно выглядит следующим образом. Нам нужно что-то куда-то записать, после этого, например, что-то прочитать, после этого опять записать, после этого опять прочитать. Обычно большинство протоколов выглядят как диалоги. Вы что-то говорите в одну сторону, читаете результат. Вы отправляете запрос, читаете ответ. Отправляете следующий запрос, читаете следующий ответ. Если я буду только добавлять файловые дескрипторы и их коллбеки в очередь вызова, они у меня будут постоянно вызываться. У меня будет вызываться и внешний коллбек, и вложенный, и вложенный. Поэтому давайте немножко улучшим нашу функцию и будем выкибивать наши обработчики, которые мы вызвали один раз. Нас попросили дождись, пока сокет станет доступным для чтения. Как только он стал доступен, мы его один раз вызываем и больше не вызываем. Поэтому мы из очереди ожидания все заберем, саму очередь очистим и внутри очереди ее вызовем. Поэтому вот эта лесенка вызовется так. Сначала мы дождемся, пока оттуда можно будет читать. Прочитаем, дождемся пока можно будет писать. Запишем, поставим опять ожидание на чтение, прочитаем и так далее. Это уже будет работать. Это будет работать хорошо, за одним исключением. Иногда в сети пакеты теряются. Иногда сам сервис может перестать работать. Ну, бывает много разных ситуаций, и нам нужно бывает мониторить время, которое проходит с начала нашего действия. Нам нужны штуки под названием тайм-ауты. Как мы можем встроить тайм-ауты в нашу систему? Сделаем аналогичную функцию, вот как мы делали с сокетами, только сокета здесь не будет. Тайм-аут это просто время. Время, через которое нужно вызвать некий коллбек. Сделаем функцию waitTimeout, которая будет вычислять время, когда коллбек должен быть выполнен. И будет его помещать в массив. Массив строго упорядоченный. Массив упорядоченный по времени вызова, когда должен вызываться этот коллбек. Здесь понятно? То есть я здесь сделал очень просто и тупо. Я каждый раз сортирую. Но, поскольку большинство здесь в МКшнике, я думаю, вы знаете, как организовать хорошую, порядочную структуру для того, чтобы не сортировать ее каждый раз при вставке. Таким образом, каждый раз, когда я добавляю тайм-аут, я в результате получаю некоторый массив, где коллбеки упорядочены по времени их вызова. Таким образом, внутри своего цикла я могу выбрать, а какой у меня дедлайн ближайший. Вычислить, сколько до него можно спать. И это значение использовать в качестве тайм-аута в Select. Что произойдет? Если у меня есть откуда почитать или куда записать, то есть Select проснулся раньше, то я работаю с файловыми дескрипторами. Я работаю с файловыми дескрипторами. В этот цикл я не захожу, потому что у меня время меньше, чем ближайший дедлайн. Если же случилось так, что никто из файловых дескрипторов не стал доступен для чтения или записи, наш Select проснется, файловых дескрипторов не найдет, но мы попадем в этот цикл. Внутри этого цикла мы проверим, что у нас какой-то из дедлайнов стал меньше либо равен текущему времени. Мы просто вызовем наш коллбек. Таким образом у нас крутится цикл. Мы в него закидываем файловые дескрипторы и коллбеки на некоторое время. Например, мы можем закинуть дождись, когда сокет станет доступен для чтения. А также закидываем таймаут на одну секунду. Если сокет стал доступен для чтения раньше, мы будем из сокета читать. Если же сокет не стал доступен для чтения за секунду, у нас вызовется первым таймаут. И мы в этом таймауте сможем обработать ситуацию, что сокет не стал доступен для чтения за эту секунду. У данной реализации есть один неприятный нюанс, который мы сейчас исправим. Мы можем ставить таймауты на какое-то время. Также в качестве времени, время это число, вот время ожидания, можно туда взять и передать ноль. Можно вообще отрицательное значение передать. То есть формально можно было бы проверять, но для времени можно придумать разные другие штуки. Время иногда переводится. Здесь, если писать вот так, эта штука будет конечная. Ну, нельзя написать бесконечный код, когда вы его пишете последовательно. Но вы можете создать функцию и замкнуть ее саму в себе. А дальше внутри этого таймаута эту функцию опять вызывать. Это, скажем, бесконечный таймер, который каждый раз, когда просыпается, говорит, а поставь сейчас еще раз этот таймер. Причем у него нулевое время. Формально здесь нет ничего страшного. Я могу ставить таймер, который будет сам себя опять ставить. Здесь проблема вот в этом нуле. А точнее в том, как у нас был реализован массив по работе с дедлайнами. Напоминаю, если мы ставим таймаут на ноль, можем считать, что мы просто добавляем в начало очереди наш callback, который нужно вызвать. А еще у нас был цикл, который крутился, пока у нас есть дедлайн и меньше времени. Мы забирали дедлайн, вызывали его. Ага, а когда мы его вызывали, мы попадали внутрь этой функции. В этой функции мы вызывали waitTimeout с нулем, которая закидывала новый callback в дедлайн. Мы выходили из callback, уходили на цикл. В общем, это все зацикливается бесконечно. Время идет. Нам, в общем-то, даже все равно, что время идет. Время здесь может даже стоять, но эти циклы будут крутиться бесконечно. Формально это похоже на busy loop. Оно тут бесконечно крутится, бесконечно вызываются таймауты. Проблема в том, что файловые дескрипторы не работают. Да, здесь работает очень много таймеров. Все таймеры на ноль. А файловые дескрипторы не читаются. И главная задача событийного цикла сделать так, чтобы если файловые дескрипторы становятся доступны для чтения, чтобы они в этом случае читались. Что мы сделаем? Мы возьмем вот это время, которое у нас течет и меняется. И, с одной стороны, зафиксируем его на момент событийного цикла. Когда мы начинаем работать где-то после селекта, мы его запомним. Пока мы будем обрабатывать файловые дескрипторы, мы будем считать, что время стоит. Мы поставим все коллбеки, которые мы вызовем в рамках данной итерации цикла, в равные условия. Далее. Когда мы дойдем до дедлайнов, мы заберем все дедлайны, время которых пришло сейчас. Вот относительно этого времени. Не важно, сколько времени мы проработали от текущего момента до этого. Все, чье время пришло, мы вызовем. Таким образом мы возьмем вот те нулевые таймеры, поместим один из созданных в эту очередь и вызовем его. Он, конечно же, поставит еще один таймер на текущее время. Но нам по большому счету все равно, поскольку мы этот цикл закончим и уйдем на новую итерацию. В новой итерации мы опять вызовем select, опять заново вычислим время. И таким образом, даже если у нас поставить такие нулевые таймеры бесконечные, у нас все равно будут читаться файловые дескрипторы. То есть это все будет работать. Ну, все, что я рассказал, конечно же, было не просто придумано. Оно было и просто придумано, и даже сделано. И сделано не в одной реализации. Все это, что я описывал, можно обобщить в некоторый интерфейс. Это ожидание ввода-вывода или ИО. Мы берем файловый дескриптор, мы хотим из него читать, мы хотим в него писать. У нас есть таймер или таймаут. Мы хотим, чтобы через какое-то время нам вызвали callback. И у нас есть блок, который должен работать и крутить вот этот самый цикл. Назовем его run loop. Это все уже сделано, и есть много подходов. Один из наиболее производительных и довольно удобных – это модуль Any Event. И именно про него мы дальше как раз и поговорим. Рассмотрим, как устроен… То есть вы знаете, как устроен ивент loop. Теперь рассмотрим что-то готовое, чем можно просто брать и пользоваться, а не реализовывать с самого начала. А именно Any Event. Начнем с ИО. Any Event.io или в сокращенном интерфейсе IEO позволяет нам взять файловый дескриптор и вызвать callback тогда, когда он станет доступен для чтения или для записи. Есть два интерфейса. Интерфейс, скажем так, функциональный. Когда вы вызываете функцию IEO, ей даете три аргумента. Файловый дескриптор. Тип, что вы хотите читать или писать. Причем здесь все сделано очень просто. Ноль – это читать, единица – это писать. И callback, который нужно вызвать. Если вы только начинаете, вам может быть проще пользоваться объектным интерфейсом. Вы вызываете IEO на пакете Any Event и сюда даете именованный хэш. Вы даете файловый дескриптор, вы говорите, что вы хотите R или V читать или писать и даете callback. Но хочу отметить, что функциональный интерфейс быстрее, поскольку вызов метода немножко дороже, чем вызов функции. Пользование позиционными аргументами чуть-чуть быстрее, чем создание вот такого хэша и извлечение из него параметров. А сам асинхронный подход используется тогда, когда мы, в общем-то, хотим обрабатывать большое количество запросов, соединений. И вообще мы это все делаем тогда, когда нам нужна и важна скорость. Поэтому, скорее, в ситуации, когда вы пытаетесь сделать мощное быстрое приложение, предпочтительнее пользоваться первым вариантом. Так вот, если написать этот код и запустить, у вас ничего не произойдет. Ничего не произойдет по двум причинам. Первая причина – это то, что эти вызовы возвращают одну специальную сущность. Сущность эта называется Guard. Давайте рассмотрим, как Guard устроен и что это такое. Поскольку при работе с Any Event вам понадобится это знание. Guard – это такая специальная функция, которая позволяет вызвать некий блок кода, когда сам объект Guard уничтожен. Вот я объявляю Guard, даю ему блок. В этом блоке пишу какой-то код. Вот этот блок – это, по сути, является телом функции. Вызываю какой-то код до, уничтожаю Guard, вызываю код после. Ровно в тот момент, когда Guard уничтожается, у нас вызывается этот код. В отличие от большинства скриптовых языков, если рассматривать другие языки, в большинстве будет Garbage Collection. Поэтому там сделать Guard вот такого типа или совсем нельзя, или крайне затруднительно. У вас объект будет уничтожен когда-нибудь потом. Perl не такой. Perl считает ссылки на объекты. И когда объект уничтожается, тогда можно предпринять какое-то действие. Тогда вызываются деструкторы, тогда, в общем, можно этот момент точно поймать. И как раз Guard это и делает. Сделать Guard вообще очень просто. Вот если посмотреть со стороны, кажется, ой, какая-то функция, которая вызывает какой-то код когда-то. Guard делается при помощи простейшего объекта. Вы создаете объект, на который вешаете destroy. А в этом destroy вы просто вызываете функцию, которую вам передали. Ну а сам вызов с фигурными скобками – это прототип Ampersand. Вот вызов функции Guard. Она принимает callback. Мы этот callback запоминаем и блессим в пакет Guard. У нас есть два метода. На Guard есть cancel, который говорит, все, этот Guard не надо вызывать, когда он подестроится. В этом случае мы просто стираем callback, который запомнили. И есть вызов destroy. Это стандартный объектный деструктор. Когда объект уничтожится, вызовется destroy. Когда вызовется destroy, мы посмотрим, а есть у нас callback, который мы запомнили. Если есть, мы его вызовем. Если его нет, значит его по cancel. В общем, все просто. Теперь, когда мы Guard пользуемся. Предположим, к нам пришел какой-то вызов. Мы написали асинхронную функцию. Вот в данном случае delayed action это некая асинхронная функция, которая принимает callback. Вообще весь этот подход отличается от стандартного чем? Обычные функции обычно возвращают результат. То есть вы вызываете функцию, а она вам результат. В случае асинхронного подхода функции результат не возвращают. Они возвращают свой результат через callback. Вы вызываете функцию, отдаете ей callback, и когда у нее будет результат, она этот callback вызовет. При этом вам иногда хочется как-либо этими функциями управлять. Вы начали отложенное действие. У вас есть какое-то состояние, например, открытый файловый дескриптор, буфер чтения, еще что-то. Есть кто-то, кто это действие начал со стороны. То есть вот вызвал эту функцию, сказал, да, выполни вот это действие, вот тебе callback, когда закончишь. Например, прошло время, и этот кто-то, кто инициировал это действие, хочет это действие отменить. Но у него нет доступа к внутренностям этой функции. Он не видит, что там происходит, какое состояние и что вообще с этим всем делать. Если из этой функции вернуть guard, внутри которого при помощи замыкания содержимое guard, это вот функция. И эта функция видит все, что происходит здесь. Поэтому внутри guard можно использовать любые переменные, которые его окружают. А наружу он уже возвращает нечто, что просто это все в себе инкапсулирует. Таким образом, у нас есть тело функции, у нас есть некий блок отмены, который может пользоваться всем, что используется здесь. А наружу мы возвращаем guard. Если тот, кто инициировал наши действия, guard отменит, мы все отменим. Вот что бы там ни делалось. Так вот, да, почему это все про иниевент.io сразу не заработает? Потому что все иниевентные вызовы из основной библиотеки, которые ио, таймер и прочие, они возвращают guard. Вы создаете, говорите, хочу следить за файловым дескриптором. Он вам, да, хорошо, я слежу, вот тебе guard. Пока ты его держишь, я слежу. Если я передумал, вот все, мне больше не надо следить за файловым дескриптором. Я уничтожаю guard и этот файловый дескриптор уходит из структур наблюдения. Если мне нужен таймер, я беру guard и пока у меня этот guard есть, таймер работает. Если я guard уничтожаю, таймер снимается. Все это значит, мне этот таймер больше не нужен. Роль этих guard, или хендлов, или еще как-то, как раз удерживать те ресурсы, которые мне нужны. Вы их освобождаете, ниже лежащие функции освобождают то, что было с этим связано. Поскольку вы можете внутри одного guard упоминать другой guard от тех действий, которые вы делаете, это все может очищаться по цепочке. И это как раз и удобно. Вы вызываете действие, берете гварды, с этим всем работаете, и эти гварды у вас упомянуты в вашем гварде, который вы возвращаете. Если кто-то отменяет вас, ваш guard освобождается, освобождает те гварды, тот освобождается в свою очередь, и все очень красиво и хорошо очищается. Ладно. Чтение STDI на STDOUT. Например, я ставлю IO на STDIN и запоминаю guard. Здесь у меня переменные для хранения этих самых гвардов. Как только STDIN становится доступен для чтения, я беру и оттуда читаю строчку. После этого я говорю, что я хочу писать в STDOUT. Здесь единица. Как только STDOUT становится доступен для записи, вызывается вот этот callback. И я туда печатаю эту строчку. Как только я напечатал строчку, я больше не хочу ничего писать в STDOUT, потому что у меня больше строк нет. Поэтому я вот этот guard уничтожаю. Если я не уничтожу этот guard, то после того, как я запишу что-то в STDOUT, у меня guard останется, и я как бы буду говорить с any event, что я все еще хочу что-нибудь писать в STDOUT. В STDOUT обычно можно писать. Ну, пока он вообще открыт. Поэтому после записи этой строчки этот callback вызовется опять, если guard не уничтожить. Когда мы работаем с файловыми дескрипторами, ситуация, скорее всего, будет следующая. Вы будете непрерывно ждать чтения, и вы будете ожидать записи только тогда, когда вам нужно что-то записать. Потому что обычно файловые дескрипторы писать можно. И есть такая штука как iCV Receive. Мы позже разберем, что это такое. Вот пока It's a Magic. Она запускает событийный цикл. С его разобрались с таймером. Таймер в any event немного сложнее, чем тот, который мы рассматривали. В нем вместо одной опции у нас была опция timeout. А в нем есть две опции. В нем есть первая опция такая же, как у нас, авто. Через сколько нужно вызвать наш callback. И есть еще период. Можно выставить таймер, который вызовется через какой-то интервал, а после будет повторяться. Это бывает удобно, когда нам нужно выполнять периодические действия. Если период не выставить, это будет одноразовый таймер. Если интервал выставить в ноль, но выставить в период, то он вызовется сразу, поскольку ноль. И после этого будет повторяться каждый период. Ну вот возьмем некоторый пример. Нам нужно обязательно тоже от таймера запоминать гварды. Поэтому здесь у меня есть отдельный гвард под первый таймер и отдельный гвард под второй таймер. Я могу уничтожать гвард непосредственно внутри самого таймера. То есть здесь я делаю следующее. И вот с этой конструкцией вы будете сталкиваться. Я объявляю переменную. В эту переменную я складываю гвард, который мне возвращает таймер. А внутри самого таймера я вызываю андеф на этот гвард для того, чтобы подчистить эти ресурсы. В случае одноразового таймера я делаю такой самозамкнутый таймер, который подчистит свои ресурсы, когда вызовется. А в случае периодического таймера, то есть он у меня вызывается, вызывается, вызывается. И когда он довызывался, я делаю андеф на его гвард и больше он не вызовется. То есть этот таймер вызовется пять раз. На пятый раз он сам себя уничтожит. Нельзя объявить переменную сразу и присвоить значение и использовать ее внутри скоупа. Поэтому ее приходится сначала объявить, потом присвоить. Это важный момент. Если у вас получилось написать myv равно и внутри использовать v, значит у вас где-то выше по стеку объявлена переменная. Переменные можно перекрывать, можно заново объявлять переменную с тем же именем. Но вы это увидите по варнингам. Что еще есть в AnyEvent? В AnyEvent есть сигналы. Поскольку сигнал по своей сути это такое тоже асинхронное действие, которое иногда происходит, и вам приезжает в ваш процесс сигнал, что что-то произошло. Вы можете поставить сигнал на обработку, например, Int. Когда вы нажмете Ctrl-C, у вас вызовется callback, который скажет, да, вот вам приехал сигнал. Поскольку все это работает внутри одного событийного цикла, вы одновременно создаете файловые дескрипторы на stdin, файловые дескрипторы на сокеты, ставите сигналы, ставите таймеры. И все это работает в одном цикле и, скажем так, eventualy вызывается в зависимости от того, что происходит. Что еще есть? Есть еще пара вещей, как Idle. Idle вызывается в том случае, если ничего другое не вызвалось. Вы вызываете вот в самом цикле Select. При выставленном Idle Select будет вызываться без таймера, то есть с нулевым тайм-аутом. Он посмотрит, есть откуда почитать? Читать неоткуда. Есть какие-нибудь таймеры? Нет, таймеров нет. Тогда вызовем Idle. Внутри Idle может делаться какая-то работа, которая должна делаться, пока нечего делать. Используется редко, но тем не менее хорошо знать, что такая возможность есть. Ну и есть штука под названием IE Now. Это доступ к текущему времени, начало итерации событийного фрейма. Когда вы начинаете, вот помните тот цикл, while. Внутри него, когда мы выполнили Select, мы определяем некое время, когда мы сейчас начали вызывать наши коллбеки. Между вызовами этих коллбеков Now не меняется. Когда мы закончили и ушли на новую итерацию цикла, Now поменяется. Now позволяет определить, находимся мы в этом же событийном фрейме или уже в следующем. Вообще, на базе вот этих даже двух вещей, IO и таймер, можно построить очень-очень много всего. По сути, это все, что нужно для построения сетевого приложения. У вас есть сокеты, у вас есть таймеры. Вы можете коннектиться, вы можете читать, вы можете писать, вы можете отслеживать таймаут на соединениях. И именно это и было сделано. У вас есть Any Event. Ну, кстати, да, почему он Any Event? Давайте я вам сделаю такое небольшое отступление. Событийных циклов вообще много. Есть Select. Вот поверх Select можно что-то сделать. Есть Pol, E-Pol, GTK и много-много других. Проблема заключалась в том, что если вы написали приложение под один событийный цикл, то для того, чтобы перейти с одного на другой, предположим, вы начали писать свое приложение. Пусть даже это будет вот консольный клиент к какой-то штуке. Написали его на Select. Написали, у вас все работает, все прекрасно, но вы решили это дело там доработать или еще что-то, добавить какую-то другую функцию. Смотрите, у вас есть тоже асинхронная библиотека хорошая к какому-то сервису, но она использует не Select или даже она использует Select, но она использует его внутри. Все, вы не можете эти две вещи между собой соединить, потому что у вас есть ваш Select и у вас есть что-то использующееся другой библиотекой. Подход AnyEvent делает следующее. Он говорит, вот вам всем, всем писателям библиотек одинаковый интерфейс. ИО и таймер. И вы не должны думать о том, что используется и как реализован этот ИО и таймер. При этом в самом AnyEvent иО и таймер реализован с помощью Select, с помощью библиотеки EV, с помощью библиотеки GTK и там разных наборов. Получается, если у меня есть две библиотеки, написанные на AnyEvent, то они одновременно работают через один и тот же механизм, который используется самим AnyEvent. Таким образом, я их могу использовать всегда вместе. За счет этого сама экосистема AnyEvent, она росла и развивалась. На базе ИО и таймера были написаны модуль для работы с файловыми дескрипторами AnyEvent Handle. Вы открываете Handle, вы в него пишите, читаете и все это происходит асинхронно. Был сделан AnyEvent Socket. Это обвязка для установления соединения и для того, чтобы делать сервера. Тоже все это работает поверх AnyEvent. Все это дало возможность дальше, то есть из сокета можно делать клиент-сайдские библиотеки, то есть клиенты к чему угодно. И сервер-сайдные библиотеки, то есть реализовывать какие угодно сервера. И поскольку все это всегда работает на одном Event Loop, вы можете в одном приложении это все соединять вместе. Вот просто можно ткнуть в любые несколько точек, которые я выделил и сказать, хорошо, у меня есть сервер, HTTP-сервер вместе с SMTP-сервером, вместе с какой-нибудь очередью, который ходит в XMPP и по SSH. Пожалуйста, соединяйте все это в одном приложении и это будет работать. Именно за счет того, что оно работает поверх одного событийного цикла. В этом, можно сказать, сила AnyEvent. И именно за возможность переключать событийный цикл, на котором это все реализовано, он получил название Any. Пойдем дальше. Рассмотрим, как это немножко устроен запуск цикла внутри. CondVar. CondVar или Condition Variable – это такая сущность, которая меняет свое состояние при помощи специальных методов. Я показывал и говорил, что вот AECV Receive – это такой magic, который запускает событийный цикл. Как мы им будем пользоваться? Мы создаем CondVar. CondVar, на CondVar вызывается Receive. Receive будет заблокирован до тех пор, пока не будет вызван Send. Во время блокировки, пока блокировка вызвана, будет работать событийный цикл. То есть мы выполняем этот код, мы стартуем таймер, мы запускаем Receive, событийный цикл запускается. Из Receive мы не выходим. Событийный цикл работает, 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 вызывает наш таймер несколько раз. И когда таймер вызовется в очередной пятый раз, мы убьем сам таймер, он нам больше не нужен, и вызовем CV Send. При вызове CV Send мы меняем состояние этого Condition Variable. Он был до этого Unsend, стал Send. Вызов Send отпускает Receive, то есть в этот момент Receive выйдет. Поэтому, если эту программу скопировать, вставить и запустить, мы получим ситуацию, что она у нас пять раз запустится, напишет вот эту фразу, а по прошествии этого выйдет. Про Receive Send проще показать код, как это реализовать, чем объяснить, как это работает. Receive просто запускает событийный цикл до тех пор, пока не вызван Send. Это очень простая структура, она очень маленькая. Если вы возьмете any event, найдете его исходник и откроете, и посмотрите на весь CondVar, на все его свойства, там уйдет, наверное, строчек 30-40. Поэтому я их все сейчас покажу. Тело событийного цикла, то есть вынесено в специальную переменную OneLoop. Вот OneLoop это как раз тело того цикла, которое вызывает Select, вызывает там какие-то действия, callback на файловых дескрипторах. И есть цикл. Вот этот цикл работает до тех пор, пока кто-то не вызовет Send. А Send просто выставляет флажок, что переменная, все, на ней вызвали Send. Ну и заодно она запоминает те аргументы, которые были переданы в Send. Есть здесь что-то непонятное? Функции принимаются? Функции ничего не принимают, они принимают сам CondVar, это методы CondVar. То есть мы его создаем. Ну, кстати, да, сама AECV. Энь написал, как создавать функцию. Ну, в общем, AECV возвращает CondVar, а дальше мы на нем просто вызываем методы. Мы вызываем на CondVar метод, вызывается, собственно, он на Selfie. Что делать в ситуации, когда... То есть вот здесь у меня был простой один таймер. Он начал работать, когда он закончил работать, я вызвал Send. Предположим, другую ситуацию. Предположим, у меня есть два таймера, причем на рандомное время. Это могут быть два таймера, десять таймеров, это может быть два сокета, из которых я, опять же, не знаю, когда я получу результат. В ситуации вот этой у меня и тут, и тут рандом. Какой из них закончит работу раньше, неизвестно. Но очевидно, что запустятся обязательно и один, и второй. И вот я хочу эту ситуацию выровнять. Я хочу, чтобы запустился и один, и второй. И при этом программа вышла, когда запустятся оба. Можно это сделать вручную. Можно завести какой-нибудь счетчик. Когда мы начинаем какие-то действия, мы счетчик заинкрементим. Когда мы выполним действия, мы счетчик заинкрементим. И когда он достигнет нуля, мы вызовем Send. Но это уже сделано. Есть еще два вызова Begin и End. Begin просто инкрементит счетчик. End декрементит счетчик и вызывает Send, если мы достигли нуля. Вот так выглядит код в исходниках Inevent.CondVar. Делаем Begin, увеличиваем счетчик на самом CondVar. Делаем End, уменьшаем счетчик. Если счетчик достиг нуля, вызываем Send. Таким образом, вот этот код выйдет ровно после того, как вызовется первый, второй или второй и первый. Ну и когда это все завершается, то есть когда несколько CondVar, которые были запущены по Begin, завершают свою работу, можно обработать в еще отдельном callback. Это полезно в ситуации, когда вы начинаете параллельную работу какую-то. Начинаете одно, другое, третье. И вам нужно продолжить выполнение программы, когда они все завершатся. Вы можете поставить такой callback заранее, создавая CondVar. Или можете его поставить в любое время, когда у вас CondVar уже есть. Есть вызов CB. Делается тоже просто. Промахнулся чуть-чуть. Вот мы дошли до самого создания AE-CV. Это функция с опциональным прототипом Ampersand. Если вызвать AE-CV с блоком, в него приедет callback. Если вызвать без блока, ну, callback не будет. Callback можно в любой момент переустановить. Ну, и когда вызывается send, он смотрит, то есть мы чуть-чуть усложним send. Есть у него callback? Если есть, надо вызвать callback. Все. Это все устройство CondVar. Есть еще одна всего функция, которую мы вообще никак не рассмотрели. Это OneLoop. Одна итерация цикла. Но она для CondVar реализуется отдельно каждым событийным циклом. Это задача вот AnyEvent. Если вы делали бы это сами, вы бы там написали как раз select и вызов файловых дескрипторов. Давайте теперь посмотрим, как вообще организовывать код. Как должны работать с примитивы, к которым вы привыкли. Там циклы, последовательное исполнение. И поскольку у вас асинхронный исполняющийся условно-параллельно код, параллельное исполнение. Для тестов я возьму и напишу некоторую простую асинхронную функцию. Она недетерминированная. Она вызывает таймер на рандомное время. Но она довольно хорошо моделирует реальный мир. Поскольку в реальном мире вы не знаете, через сколько времени вам придет ответный пакет, придет запрос от клиента или еще какая-нибудь штука. Поэтому у меня будет такая асинхронная функция, которую я вызываю, которая через некоторое время вызывает свой callback. Причем это некоторое время, оно рандомное. Вы это можете спокойно повторить. Для того, чтобы инициировать параллельное исполнение запросов, вы пишете обычный стандартный цикл. Поскольку действие не выполняется сразу, у вас сама функция только планирует исполнение на через какое-то время. Вы запускаете цикл, у вас вызывается дилей, который планирует отложенное действие, и через некоторое время эти callback вызываются. Вызываются они в произвольном порядке. Вы не знаете, какой будет первый, какой будет десятый. Но мы знаем, что когда-нибудь они все вызовутся. На момент запуска мы делаем begin. Поскольку мы начинаем какое-то асинхронное действие, нам нужно их все посчитать. Когда асинхронное действие заканчивается, мы вызовем end. Для того, чтобы receive у нас вышел тогда, когда они все закончатся. Есть один момент. Здесь у меня массив фиксированный. То есть я его прям взял и объявил. А если бы это были какие-то внешние данные, к которым автор программы может не иметь доступа или еще чего-то, то предположим, этот массив мог бы быть иногда пустым. Что бы в этом случае произошло? Мы бы запустили этот цикл по пустому массиву. Он бы никогда не зашел внутрь и ни разу не вызвал ни begin, ни end. А потом мы вызвали бы cv receive. А receive смотрит, когда кто-нибудь вызовет send. Но вы помните, что send вызываются только при вызове end, когда мы используем begin-end. И для того, чтобы данный блок кода работал с любым размером массива, в том числе и пустым, обрамим это все еще одним дополнительным begin-ом в самом начале и одним end-ом в самом конце. Если массив будет не пустой, то мы войдем сюда, наплюсуем новых begin-ов и они будут задекременчены end-ом. А если массив пустой, то мы здесь сделаем плюс один, здесь сделаем минус один и сразу send, поскольку цикл не вызывался. Поэтому, когда работаете с внешними данными и вы не знаете, сколько у вас будет begin-ов и end-ов, можно весь код обрамить одним begin-ом и одним end-ом. Это позволит вам не заблокироваться случайно где-нибудь в receive. Как это будет исполняться? Ну, приблизительно так. У вас есть стартовая точка. Вы начинаете последовательно все действия. Поскольку мы рассматривали модель, что у нас один процессор, у нас истинной параллельности как таковой нет. Мы начинаем действия одно за другим. То есть мы стартуем первый таймер, второй, третий и так далее до десятого. Поэтому они здесь идут с небольшим сдвигом. Но с точки зрения производительности процессоров и времени, на которое мы ставим таймер, этот сдвиг, он небольшой и незаметный. Далее, эти действия начинают независимо отсчитывать время. То есть вы помните, мы вычислили дедлайны, когда таймеры должны быть вызваны. Они как-то распределились во времени. Спустя это время, какой-нибудь из таймеров запускается и декрементит свой кондвар. Так они все по очереди делают до тех пор, пока не вызовется последний. Последний вызовет send, программа выйдет. Вывод этой программы будет приблизительно такой. Мы вызываем процессы, первый, второй, третий и так далее. А потом они в каком-то произвольном порядке вызываются. Вызывается последний, все, все вышло. Итак, если параллельность делается обычным циклом, то есть раньше мы в цикле делали последовательные вещи, тут мы написали цикл, у нас получилось все параллельно. Как же делать последовательные вещи? Последовательные вещи пишутся через замыкание и вызов впоследствии этого замыкания. Возьмем такой же массив с какими-то данными. Это может быть массив, хэш, неважно. Главное, что у нас должна быть возможность по нему итерироваться. Здесь я возьму внутри этой функции, определю, с чем я сейчас буду работать. Текущий элемент. Это можно делать разными способами, но так или иначе. Когда эта функция вызывается, она инкрементит счетчик и смотрит, а вообще у меня есть еще элементы для обработки или нет. Если есть, она говорит, да, я сейчас буду обрабатывать такой-то элемент и вызывает функцию delay. Внутри callback этой функции мы говорим, да, мы обработали вот этот результат, вызываем next. Next уходит опять на вызов, берет следующий элемент и так далее, и так далее. Ну и нам нужно один раз запустить next для того, чтобы это все начало работать. Запустим, посмотрим, это будет вот так. Обычный стандартный цикл. Запустили, обработали, закончили, запустили, обработали, закончили. Но его можно немного улучшить. Во-первых, этот цикл может работать параллельно с какими-то другими действиями. Пока работает delay, ваша программа может делать еще что-то. Это во-первых. Во-вторых, параллельность полная, она не всегда хороша. Предположим, у вас есть массив на 10 тысяч ссылок. Вам нужно их все взять и обойти. Если вы начнете их открывать все сразу, вы потратите очень много ресурсов на все соединения, на создание этих соединений, на обработку таймеров от этих соединений. Ну и если вы, например, будете 10 тысяч ссылок открывать с одного сайта, сайту может поплохеть от этого. Помнится, мы на прошлом курсе делали здесь мастер-класс. И когда мы решили немножко посканировать без каких-либо ограничений какой-то из ВМКшных сайтов, он немножко прилег. Оксана потом даже говорила, что кто-то решил, что это был DDoS. Но вы знаете, что DDoS, первая буква D, означает распределенный. Distributed Denial of Service. Ну так вот, распределенного ничего не было. Это был один источник. Просто была очень высокая параллельность. Так вот, используя вот этот последовательный код, можно эту параллельность ограничивать. Просто запуская вот этот наш последовательный цикл несколько раз, мы начинаем сколько-то параллельных действий. То есть помните, что в форум делаются параллельные действия. Я говорю, запусти три параллельных вот этих действия. А дальше они по своей логике выписаны последовательно. Каждый раз, когда какое-нибудь из действий завершается, оно вызывает очередной виток. Здесь вот это все непонятно, когда завершится, потому что мы что-то начали параллельно, что-то начали последовательно. Нужно немножко расставить кондваров. Нам нужен глобальный кондвар сначала и в конце. То есть, как я говорил, неважно сколько у нас элементов в массиве, как оно будет работать. Один begin в конце, один end в начале, один end в конце. Ну и на каждое действие, которое мы выполняем асинхронно, делаем один begin, один end. Все, запускаем это и что мы увидим? Мы начинаем параллельно три действия. При этом, когда любое из них завершается, вызывается очередной next и начинает опять какое-то действие. Мы не знаем, сколько каждое из действий выполняется. Но если взять вот эту диаграмму и сделать любой вертикальный срез, мы увидим, что в любой момент времени у нас выполняется параллельно три действия. Таким образом, мы можем регулировать эту параллельность. Хотим параллельно десять, сделали десять. Хотим параллельно сто, сделали сто. Мы просто смотрим, какая пропускная способность, какие ресурсы нам позволяют использовать параллельно. При этом мы можем обрабатывать любой объем данных. У нас, причем можно заметить, что если здесь мы начинали одновременно, когда мы стартовали параллельность, то дальше у нас переключение с одного на другой выполняется в какой-то произвольный момент времени. И у нас нет такого, что завершили работу все три и мы начинаем три других. Нет, у нас один завершился, взяли следующий, один завершился, взяли следующий. Это очень эффективно с точки зрения ресурсов, поскольку начинать одновременно три сложнее, чем начинать один. А сама вероятностная модель, то есть пакеты, ответы на запросы, еще что-то приходят с некоторым произвольным распределением. Поэтому вероятность того, что у вас там три ответа придут одновременно, она довольно низкая. У вас, скорее всего, придет один ответ, вы его обработаете, отправите следующий. Подождете, придет очередной ответ от какого-то сервиса, обработаете его, начнете дальше. Таким образом, вы вроде работаете параллельно, но при этом вам достаточно одного процессора и одного процесса для того, чтобы это все делать. Ну и да, если это запустить, картина будет следующая. Вызовутся три начальных процесса, а дальше, как только один какой-то завершается, вызывается следующий. Кто-то завершается, вызывается следующий. Поступают они на вход в том порядке, в котором они начинали работу. Первый, второй, третий и так далее. А завершаются в произвольном, вот здесь начали 1, 2, 3, закончил 2. Закончил 4, потом закончил 3. Ну и так далее до конца. Вообще, вот эта штука, которая next, next равно sub, внутри sub и вызываем next, она очень похожа на рекурсию. И если написать обычный код, не асинхронный, без всяких таймеров, без всяких коллбеков, это будет действительная рекурсия. Если написать вот это и запустить, через некоторое время вы увидите вот такой вот warning, а еще через некоторое время у вас кончится память. И там уже зависит от настроек системы, либо все в ребут уйдет, либо все зависнет, либо просто пристрелит процесс. Так писать не надо. При этом, если вы пишете асинхронный код, это не рекурсия. В чем между ними разница? Разница между ними в том, что в одном случае next у вас вызывается до возврата из функции. То есть вы вызываете функцию, внутри нее вы вызываете next. Next вызывает эту же функцию, внутри нее вызывается опять эта функция и так далее, и так далее. Вы наращиваете стэк в глубину до тех пор, пока он у вас не кончается. В случае асинхронного вызова вы вызываете функцию, создаете коллбек, в котором когда-нибудь потом будет вызвана эта функция. И вы делаете из нее ретурн. То есть вы ретурн сделали раньше, чем вы заново вызвали эту функцию. Таким образом, вы не наращиваете стэк. Вот это важный момент, что сама функция вызывается где-то внутри коллбека, который будет вызван потом. Это позволяет разомкнуть рекурсивный цикл. И несмотря на то, что синтаксически оно выглядит как рекурсия, рекурсия оно не является и бояться этого не надо. У практически любого коллбека, который вы будете вызывать, стэк будет приблизительно следующим. У вас будет некий цикл while, в котором все крутится. У вас будет либо процесс FDS, либо процесс timers, либо еще что-то. То есть что-то внутри этого цикла, обрабатывающее того, кто этот коллбек поставил. И непосредственно сам вызов коллбека. Вот представьте себе такой цикл, в котором есть процесс FDS, который вызывает коллбеки. Он вызывает коллбек, вызывается этот next коллбек, вызывается do something. Do something закидывает что-то в файловые дескрипторы и запоминает коллбек и ретурнится. Все, вы уходите на новую итерацию цикла и только на следующей итерации у вас опять такой же стэк. Стэк не растет, значит рекурсии нет. Ну давайте немножко рассмотрим, а что еще есть в иниевенте. Я говорил, что там очень много всего написано. Это одна из самых популярных вещей, которая прям вот нужна почти всем. Это иниевент HTTP. Хороший модуль, поддерживающий очень многое из протокола HTTP, который позволяет делать эти самые HTTP запросы. Выбираете метод, выбираете URL, выбираете таймаут, body, параметры. Отправляете это все, через некоторое время получаете результат. С результатами делаете, что хотите. HTTP реквесты можно слать параллельно. Все будет нормально параллелиться. Ну да, методы поддерживаются разные. Есть простой метод head, позволяющий проверить, собственно, заголовки ресурса, не получая тело. Да, с HTTP реквестами нужно быть аккуратным, что если послать запрос на ресурс, где большое тело, например, там скачивание какого-нибудь большого-большого файла, этот большой-большой файл прилетит вам в память. Поэтому можно заранее проверять размер ответа при помощи запроса head. Ну и не HTTP единым все ограничивается. Сеть многогранна, вы с этим уже познакомились. Для работы с просто сетью, когда вам нужно либо реализовать свой какой-то протокол, либо что-то новое сделать. У нас есть модуль Inevent Socket. В Inevent Socket есть две очень хороших, полезных и удобных функции. TCP Connect для реализации любых TCP клиентов. Внутри TCP клиента есть создание сокета, установление соединения, Resolving, то есть превращение домена в IP-адрес, Time Out. В общем, вы вызываете TCP Connect, и в Callback вы уже просто получаете либо файловый дескриптор, готовый, асинхронный, причем с выставленным неблокирующим режимом, либо вы получаете сообщение об ошибке, почему это соединение не удалось установить. Интерфейс очень простой и очень удобный. Проще него, наверное, только сервер. Казалось бы, вроде сервер – это такая сложная штука, но тем не менее, TCP-сервер на Inevent пишется вот так. Подключаете сокет, говорите TCP-сервер на таком-то IP-адресе, на таком-то порту. Когда к вам приходит клиент, у вас вызывается Callback, что к вам пришел такой-то клиент. Лучше всего соединять Inevent сокет с хэндлом. Когда вы получаете файловый дескриптор, из него нужно бывает читать, в него нужно бывает писать. Поскольку вы на файловом дескрипторе можете не записать, получить EA gain, для этого нужно будет добавить IEO, за этим следить. Это все можно делать, можно делать вручную, но это довольно сложно. Для начального уровня лучше всего воспользоваться Inevent хэндлом. Это объект, представляющий из себя абстракцию над файловым дескриптором в виде стрима, в виде двух очередей, скажем так. Очередь на запись и очередь на чтение. В очередь на запись вы говорите, я хочу записать в этот файловый дескриптор вот это, потом вот это, потом вот это. И задача Inevent хэндла это записать. Также вы говорите, я хочу прочитать из файлового дескриптора вот это, а потом вот это, а когда прочиталось вот это, прочитай еще там такой-то блок кода. Поэтому вызовы выглядят как push, read, push, write. И есть еще unshift, read, добавление в начало очереди какого-то действия. Ему вы говорите, что вы хотите прочитать. Например, можно сказать push, read, line. Он прочитает одну строчку до перевода строки. Или можно сказать, например, push, read, столько-то байт. Там будет chunk. Это все есть в документации. И с его помощью можно делать довольно-таки легко поддержку очень многих протоколов. Можете посмотреть любые Inevent модули. Почти абсолютное большинство использует для работы по сети Inevent хэндл. Тот же Inevent HTTP. Если вы его откроете, вы увидите, что для отправки запроса, для получения ответа используется Inevent хэндл. Можете увидеть, как им пользоваться. Вы можете поставить обработчик на ошибки. То есть, когда вы пишете, читаете, у вас может случиться, что сокет порвался. В этом случае вызовется обработчик. Ну и вообще, вот это все, это эхо-сервер. Помните, вы писали форкинг эхо-сервер? Которые, ну, писали, смотрели. Которые для того, чтобы обрабатывать каждого клиента, создавал отдельный форк. Вот это тоже эхо-сервер. Но только если тот форкался для каждого клиента, этому не нужно. Он просто принимает соединение, создает хэндл, создает обработчик OnError, который просто отследит, что соединение порвалось и надо его просто закрыть. Он читает строчку. Когда он эту строчку прочитал, он этой же строчкой отвечает обратно. Такой сервер способен обрабатывать намного больше, чем форкающийся сервер. Несмотря на то, что там вроде бы многопроцессорность, там много процессов, а здесь процесс всего один. Но он более эффективный. Да, может понадобиться выставить тайм-аут. К вам может присоединиться клиент и ничего не делать. Вы можете поставить тайм-аут на ожидание чтения. К вам кто-то пришел, вы через определенный тайм-аут, если там ничего не прочиталось, закрываете соединение. Вызовется OnError. В общем, рекомендую посмотреть на хэндл. С его помощью можно также реализовать ваш лайн протокол в клиенте к вашему файловому серверу. У самого асинхронного подхода при написании функций, в них колбеки, внутри колбеков еще что-то, еще что-то, получаются такие довольно неудобные лесенки. Кто-то называет их колбек хэлл. Обычно так говорят про JavaScript, потому что там в основном так и пишут. Ну, как бы, если вы пишете на перле с колбеками, то вы тоже получите так называемый колбек хэлл. Для того, чтобы переставить местами, например, запросы 2 и 4, вам придется переформатировать половину кода. У вас поменяются все отступы, поедут, плюс в процессе вы еще что-нибудь разломаете и потеряете. Тем не менее, существуют механизмы, которые позволяют выпрямить этот код, сохранив его асинхронным. Как пример можно рассмотреть модуль Async Chain. Как он работает? Вы инициализируете некоторую цепочку исполнения, которая из себя, по сути, тоже представляет очередь. Задача которой – вызвать первый блок и ему дать Continuation Callback. Внутри него вы делаете, что хотите. Когда вы закончили работу этого блока, вы выполнили действие, отправили, получили, обработали. Вы вызываете Next и Next прыгает на следующий блок и вызывает его. Таким образом, у вас здесь был первый, второй, третий, четвертый отступ и так далее. В случае Chain они все выстроились вертикально. Вы их можете переставлять спокойно местами, писать собственную обработку. В общем, код стал более-менее линейным. Ну и напоследок давайте рассмотрим, а что еще есть асинхронного в мире, скажем так, линукса. Вообще нормальные событийные циклы, то есть вот мы говорили про Select. Мы с Select начали. Select – это самое простое, что есть. Оно не очень быстрое. Оно позволяет решать задачи и имеет ограничения. Например, если я правильно помню, в Select нельзя засунуть больше, чем 1024 дескриптора. Вот тот FDSet, который вы объявляете, он размером 256 байт. Нет, я обсчитался. 64 байта. Вроде да. Ладно, неважно. 1024 дескриптора. Я плохо делю в уме. Если вам нужно больше, вы пишите сервер, вот, например, на те самые 10 тысяч файловых дескрипторов, вам Select уже подойдет не очень хорошо. Есть механизмы более быстрые. Например, в Linux есть механизм ePol. По своей сути он представляет то же самое. Вы даете дескриптор в операционную систему и говорите, я хочу следить за этим файловым дескриптором. Потом даете еще один, и за этим я тоже хочу следить, и за вот этим следить, и когда на каком-нибудь из них что-то происходит, вам каким-либо способом сообщают результат. В случае ePol вы создаете ePol, вы добавляете в него файловые дескрипторы, за которыми вы следите, и для того, чтобы запустить цикл, вы вызываете ePol wait. У него есть сишный интерфейс, он аналогичный, он похожий, то есть если мы там проводили аналогию сишный интерфейс селекта и перловый интерфейс селекта, у ePol как бы тоже есть очевидно сишный интерфейс, он чуть сложнее, но в целом логика такая же. Вы что-то добавляете в ePol, так же как там добавляли в вектора, и потом вы что-то запускаете, что спит до тех пор, пока не произойдет событие. Ну и хотелось отметить еще одну штуку, которая называется iNotify. С помощью iNotify можно следить за файловой системой. Предположим, у вас есть много объектов на файловой системе, и вы хотите узнавать, что какой-то из этих объектов изменился. Например, там в файл что-то дописалось. Для этого вам не подойдут обычные сокеты асинхронные или еще что-то, нельзя поставить iO-Watcher на что. Вот у вас есть директория с файлами. На директорию нет, это работать не будет. Для этого есть iNotify. В iNotify вы так же как и в ePol что-то добавляете. Вы говорите операционной системе, ну во-первых, создай iNotify. Это специальная сущность, при помощи которой я буду следить за файловой системой. Далее я говорю следи за вот этой директорией или за вот этим файлом или за там еще чем-то. Когда на нем произойдет что-то, файл допишется, файл удалится, в директорию поместят новый файл. Операционная система сгенерирует события. Это событие будет доставлено вашему приложению. iNotify можно вызвать как и ePol. Вот здесь ePol вызван wait. На iNotify тоже есть вызов аналогичный. Но иногда iNotify хочется соединить с событийным циклом. С иниевентом, с EV, с чем-то еще. Для этого у iNotify есть собственный файловый дескриптор. То есть у вас все события, которые происходят на файловой системе, собираются в один файловый дескриптор, который иногда становится доступен для чтения. И когда он становится доступен для чтения, вы вызываете на iNotifyPol и он эти изменения оттуда вычитывает. Таким образом, мы вот здесь создаем IO-Watcher. Говорим, что мы из него хотим читать. А когда мы из него можем прочитать, то мы вызываем на iNotifyPol, который из него вычитывает события. И по этим событиям вызывает коллбеки. Таким образом, это все можно собрать вместе. Поскольку у нас файловый сервер, все вот эти штуки вам могут понадобиться. Наблюдение за файловой системой. Асинхронные сервера для работы с, собственно, клиентами. Ну и вообще устройство событийного цикла для того, чтобы понимать, как это работает и почему это работает. Чтобы подытожить, вот any event и подход с ним связаны. То есть подход написания кода на коллбеках. Из минусов можно отметить тот самый коллбек hell и отсутствие стека. Когда у вас вызывается какой-то коллбек, вы не можете сказать, каким образом вы к нему пришли. При написании обычной программы вы вызываете функцию, внутри нее вызываете другую, третью. И всегда можно позвать stack trace и увидеть, а как вы сюда добрались. Вы вызвали одно, потом другое, потом третье. В случае any event у вас stack исполнения всегда начинается событийный цикл, обработчики файловых дескрипторов и ваш коллбек. Понять, как вы сюда попали, у вас не хранится нигде никакой этой истории. Это минус. Это минус серьезный, но он же в свою очередь является и плюсом. Вы можете спокойно писать параллельный код. У вас нигде не нарастает этот stack, он вас никак не ограничивает и у вас невозможен deadlock. Параллельный код у вас нигде не исполняется, у вас нет примитива усыпить какую-то штуку. У вас всегда какой-то коллбек исполняется или исполняется событийный цикл. Поэтому заблокироваться там негде. Ну и про линейный код. Просто так писать линейный код не очень удобно, получаются ступеньки. Но есть механизмы для того, чтобы это все немножко привести к более линейному коду. Ну и из сильных плюсов вы можете с большой легкостью писать любой параллелящийся код. То есть вы спокойно выполняете параллельные запросы. Вы можете расходиться на несколько логических нитей исполнения. То есть исполняете один запрос, потом два, потом десять. По завершению десяти выполняете еще один. У вас есть примитивы типа конваров для того, чтобы расходиться и сходиться. Циклы для запуска параллельности. Ну и в общем все, больше ничего и не надо. На последней лекции или предпоследней, в общем, когда у нас будет кооперативная многозадачность, мы рассмотрим еще один подход кора. Это кооперативная многозадачность внутри одного процесса. И там мы сравним вот эту табличку с другой, с табличкой от кора. Там будут свои сильные стороны, но там же будут и слабые стороны этого самого кора. Поэтому впоследствии вы будете выбирать, когда что использовать, где вам что более важно. Ну, пока так. Теперь все, домашнее задание. Еще одно сверху к тем всем не сделанным. Значит, вы уже столкнулись с написанием клиента, с объединением вместе эстидеина, термредлайна, клиентского сокета и вот этого вот всего. Примеры на селекте я вам кидал. Если кто-то попробовал попользоваться селектом, хорошо, не попробовали, ну, в целом не страшно. Как это работает, я вам сегодня рассказал. И ваша задача теперь сделать так же, но пользуясь более удобными инструментами введения ивента. Задача очень несложная, у вас уже все есть, по крайней мере должно быть. У вас должен быть клиент, консольник, который что-то умеет принимать команды, отправлять команды. Возьмите any event redline gnu. Это обертка над термредлайном. Обертка, которая позволяет просто ставить callback на получение данных от пользователя. Возьмите сокет, возьмите any event http, если у кого-то вдруг уже написан http сервер. У кого-нибудь написан http сервер. И с их помощью установите соединение с вашим сервером и выполняйте команды. Это даст вам возможность спокойно обрабатывать и пользовательский ввод, и события от вашего файлового сервера. Ну и теперь, поскольку вы можете нормально, независимо и параллельно обрабатывать команды, вы можете взять команду от пользователя и начать работать с сервером, можете придумать себе или усложнить протокол для передачи файлов. В целом, у меня все. Всем спасибо, не забывайте оставлять отзывы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok